Здравствуйте! Сегодня мы будем у конкурса на памятный знак, который планируется устроить площади свободы вместо Ленина. Насколько мне известно, вы обращались к мэру, активисты обратились к мэру, было собрано 700 подписей, хочется подробнее узнать, с чем обратились, с чего хотите и какова главная цель. Да, смотрите, здравствуйте. Наша городская администрация в течение трех или четырех месяцев рассказывала в августе и в сентябре о том, что на месте памятника Ленина ничего не будет. И там будут цветнички, там будут клумбы и площади вернут оригинальный вид. И мы все ждали, что так и произойдет. И в сентябре месяце городская администрация объявила о том, что собирается проводить конкурс на памятный знак. И в сети появился памятный знак, от которого все пришли в шок. Это колонна 86 метров. И в кулуарной информации мы все понимаем, что это правда, что это то, что нас ждет. Но конкурс был объявлен 2 ноября. И мы в течение трех или четырех дней собрались и написали звернание мескому голове на тему отмены конкурса. Отмены конкурса и проведения большого открытого международного конкурса с вовлечением иностранных экспертов. Потому что значение площади очень велико. И мы не можем проводить конкурс в нашем городе на памятный знак непонятно на какую память. И наш посыл главный в том, чтобы мы просим мэра отменить конкурс. Потому что мы не знаем, что за память, какой знак. Мы не можем переосмыслить нашу площадь. Мы вообще не знаем, какое у нее будущее. И мы даже не думали на тему ее будущее, а уже мы проводим конкурс на памятный знак. И это является такой главной причиной. Потому что вся архитектурная общественность бушует. Все рвут и не знают, что делать, чтобы этого не случилось. Никто не хочет иметь в городе памятный знак непонятно чему. И тем более в том виде, в котором нам его предлагают. Вообще, проводились ли ваши организации, ваши какие-нибудь опросы харьковчан? Вообще, что думают харьковчане? Нужен ли им там некий памятный знак памяти памятных знаков? Либо это должна быть оригинально возвращено видение площади, чтобы там не было ни Ленина, никаких других статуй? Справа в том, что обидві наши организации на сегодня, принаймні, не занимаются социологическими досліджениями. Поэтому этого не произошло. Но очевидно, что подобные заходы были бы необходимы. И очевидно, что, охотничая будь-який конкурс, который относится такого важного места для всех харьковян, мала бы быть проведена низкая заходов, которая включала и социологические досліджения, и публичные обговорения, и грунтовый анализ, и с точки зрения культурной, архитектурной спадщины и так далее. Но этого всего в заявленном конкурсе на памятный знак не случилось. Больше того, мы можем уявить, что этот конкурс на памятный знак был просто реакцией на то, что в мереже появилось занадто много вопросов. Когда появилась картинка и люди поверили, что это может стать нашей реальностью, они заметушились. Как уже было сказано, действительно, архитектурная спільнота в нашем городе очень честная, и просечилась информация о том, что действительно над этим проектом уже идёт работа. И очевидно, что открытого конкурса на початку не планировалось. И вот, когда под тиском цей громадской думки появился этот блитц-конкурс, то он появился настолько быстро, что сам этот конкурс, сама его организация не поддерживает нижней критики. Оскільки это была швидка реакция, то есть материалы конкурса, они даже особо и не разработаны. Это очень короткий текст, который не поместит майже жодных рекомендаций, не было проведено жодных попередних заходов, и у профессионалов появляется много вопросов. Потому что организация конкурса – это, естественно, процесс, который третит время. Эксперты делают исследования, они все публикуются в какую-то книжку, с которой конкурсанты знакомятся, и так далее, и так далее. Цего всего проведено не было. Наши эксперты на сегодня мовчать, но мы думаем, что скоро они все заявляют. Информация про конкурс, который не имел нижней рекламы, пиару и так далее, распространяется очень повильно. Многие люди сегодня даже не знают, что такой конкурс проводится. Что хотелось бы еще додать? Что хотелось бы? Давайте, собственно, о суммах. О суммах, которые нужны, во-первых, на проведение конкурса, на изготовление памятного знака. И в одном из интервью недавно главный архитектор города, отвечая на возможность проведения международного конкурса, в принципе, на реконструкцию всей площади Саводы, сказал, что на это денег нет. На то, чтобы провести открытый международный конкурс, средств нет. Но, очевидно, некие же средства есть, все раз проводится конкурс, город готов строить 86-метровую, либо 100-метровую, либо там какую-то все равно, какая-то сумма заложена. Да. Я хочу сказать, что, ну, как бы, да, там, такую реакцию, да, на слова главного архитектора, о том, что у нас нет денег делать хорошо, ну, как бы, или как. То есть, снесение памятника Ленина стоило 1,7 миллиона гривен, реконструкция, восстановление первоначального вида площади стоит 25 миллионов гривен, и денег на конкурс нет, да, как бы, хороший международный конкурс, бюджет его может составлять до миллиона гривен. И то это уже достаточно много, да, это уже зависит от того масштаба конкурса, который мы можем выбрать, да, и, как бы, насколько известное бюро мы хотим привлечь туда, да, к этому конкурсу, который могут принять участие. Не знаю, Богдан, ты можешь там рассказать про экспертов, да, там, ну, на, про которые мы обсуждали. В двух словах, организация международного конкурса – это, конечно, организация подготовки, работа жюри и финансового винограда. Зазвичай в великих международных конкурсах часто встановлюється невелика плата за участь в районі 50-100 евро, яка часто покриває роботу жюри і організацію конкурсу. Тобто, учасники, які беруть участь, значит, виходить, що своєю участью, власне, покривають ці витрати. Крім того, ми переконані, що Україна сьогодні і все, що відбувається у нас, знаходиться в такому полі пильної уваги світової спільноти. Крім того, наша площа – це важливий для архітектури, для архітектурної спільноти містобудівний ансамбль, і теж там знаходиться Держпром, пам'ятник модернізму, як британське видання The Guardian охрестили його перший комплекс Марачосі в Європі, який не став відомим, на жаль, тільки через, таким же відомим, як, наприклад, Тейфелева вежа, тільки через закритість країни на той час, і через те, що автори комплексу не були відомими теоретиками модернізму. Але тим не менш, це дуже важлива споруда, вона досі привертає увагу багатьох експертів, а це значить, що ми могли б залучити цих експертів до роботи в журі, і вони б могли проявити зацікавленість, і це була б їхня місія в цій роботі, впевнені, що це те, на чому ми могли б зекономити немало коштів в організації. Крім того, безумовно, такий конкурс передбачає якусь пристойну грошову винагороду, тому що якісна робота, безумовно, не буває безкоштовною, і той конкурс, який оголошений зараз, наприклад, цей конкурс без премій, важко уявити, тому що в реальності треба, щоб в архітектурному бюро працювала команда з трьох-чотирьох людей над цим конкурсом, працювала не менше, ніж два місяці, а може і більше, цілий день над розробкою проєкту, а кожне архітектурне бюро – це так чи інакше комерційна організація, де людям платять зарплати і так далі. Тому ви уявляєте, що витрати такого бюро, особливо, якщо воно воно утримує хороших професіоналів, будуть пристойні. Одні з найбільших цифр, які в таких конкурсах можуть бути для першої премії – це 30 тисяч євро, це, напевно, такий максимум в дуже масштабному конкурсі для першої премії. Це значить, як вже зазначила Олександра, що весь бюджет нашого конкурсу точно вписався б в одну 25-ту частину від тих коштів, які ми зараз витрачаємо на реконструкцію. І знову ж, на сьогодні абсолютно невідомий бюджет цього монументу, пам'ятного знаку, навіть якщо ним виявиться не 86-метрова колона, на що ми всі дуже сподіваємось. Зрозуміло, що це будівництво, яке також передбачає якийсь бюджет. І якщо ми готові витрачати гроші і не мало грошей на будівництво, то проєкт, який коштує значно менше, я думаю, він вартий цієї уваги, тому що те, що ми будуємо, це важливо. Я хочу ще додати по поводу того, що наша площадь все-таки є такою, ну, мабуть, одним із найзвісних об'єктів архітектурних шедеврів в Україні. І всі увагаючі себе архітекторы в Україні знают про нашу площадь, знают про наш ансамбль, нашій площаді. І ЮНЕСКО, «Газпром» був претендентом на те, щоб получить охрану ЮНЕСКО, війти в список. Наша площадь должна охранять організацію ДКМО, яка була в Харікові, це такий філял всеєвропейської організації ДКМО, всімірно, там, мабуть, 27 країн туда входять, це всіх, хто хранять модернізм. І ці організації, вони б могли, ЮНЕСКО, ДКМОМО, плюс... ІКМОС, місці міснародні організації. Вони б могли оказати підтримку, ми б могли б знайти і фінанси, це не проблема на жюри, на організацію цього всього, тому що наша площадь – це не тільки серце нашого міста, але це ще серце модернізма в Україні. Це пам'ятник, це шедевр дуже большого значення, який ми не можемо оценивати, і навіть наші жителі, вони недооцінювали. Як часто буває, те, що не так добре відомо у нас, може бути значно ширше відомо за кордоном. І очевидно, що нам прийшов час цінувати те, що ми маємо, розбиратись в цьому, мати більше досліджень, тому що дивно, що за кордонні публікації розписують, як згадана сьогодні стаття «The Guardian», переваги Держпрому, в той час, як багато жителів Харкова не вважають його таким вже цінним і не знають про цінність цього ансамблю. І, безумовно, це не тільки їх вина, а це наша задача і місія нести освіту, розповідати ці історії, тому що люди про них мають знати. І щоб ця історія була записана, крім того, що вона може знаходитись в книжках, виданнях, підручниках, вона ще й записана в нашому місті, вона записана в камені, і важливо її зберегти. Мне вообще интересно, як як, 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 як як, 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 як? как черт из табакерки, да, выскакивает эта колонна, и все начинается заново. То есть откуда вообще эта идея? От, до речи, цикаво, памятник Ленин, ну, он все ж таки не рухнув, а він був... Ну, демонтирован, я имею в виду словно. Він був, навіть не демонтованный, а він був повалений группою громадян під час однієї з політичних акцій. І очевидно, що думки харків'ян з приводу того, чи варто це було робити, розходились, люди ділились на різні группи і в той момент. І не є очевидним, що ми прийшли до якогось консенсусу з цього питання і на сьогодні. І от це також дуже важливий момент. І вся ця ситуація, яка відбулася, вона показує, що такі складні рішення про те, які символи може мати місто, які символи ми можемо встановлювати в публічному просторі, так, щоб всі групи жителів були задоволені, щоб вони почувалися комфортно і пишалися тим, що у них є. Площа належить всім харків'янин, а не жодній з цих груп. Тому, безумовно, що встановлення будь-якого знаку потребує дискусії. Або, можливо, ця дискусія прийде до того, що жоден знак не потрібен. Але важливо, щоб відбулася ця розмова і щоб у нас не було агресії, тому що вона завжди… Це звичайна реакція, коли щось відбувається без нашого відома. Як коли був повалений пам'ятник Леніну, люди, які хотіли, щоб він лишався, були агресивно налаштовані, так само, як і була налаштована агресивна інша група. І так само встановлення якогось знаку, або взагалі будь-які дії з площою без довгої публічної історії, вони, очевидно, приведуть до якихось дуже складних ситуацій, можливо, навіть до таких вуличних протистоянь, що якщо відбудеться ця колонна, то люди стане переможцем подібного конкурсу або будь-що стане переможцем такого конкурсу. То знайдуться безумовно люди, які не готові це прийняти, які ще не пережили цю історію, не продумали її. Ми маємо про це говорити, і маємо не забувати також про те, що потрібна в цих розмовах і освітня складова, щоб всі, хто, можливо, хтось не так добре знає історію площі, що її треба згадувати, її треба повторювати. І, звичайно, над цим дуже ретельно мають працювати професіонали, професіонали високої якості, їх робота має бути оплачена. І ми бачимо, що наше місто добре заробляє, ми платимо податки, ми реалізовуємо, картів реалізовує немало дуже великих, значних проєктів, з хорошими бюджетами. Наша площа заслуговує на те, щоб не лишитись без уваги. Ну, ваше мнение, якова должна бути концепція? Ну, так, концепція вообще площадь? Вот как бы вам хотілося її видити? Ви знаєте, архітекторам, так як ми архітекція, дуже заманчиво, да, якби розказувати про концепцію, там, якби ми хотіли б це видити, але ми себе цього не позволяємо, тому що ця площадь требує большого анализа. Більшого анализа таких долгих размышлений, обсуждений, да, якби чого там. Понятно, что, как бы, там, основно одним из основних потребителей є университет этой площади, да, такова, как бы, аудиторія, кому она относится. Есть, как бы, її назначення, да, там, для проведення больших мероприятий. Она прекрасно справляется, да, там, с проведенням огромних мероприятий, там, вспомнений концерт «Квин», да, как бы, там, какие-то новогодні мероприятия, все прекрасно. Но то, чтобы сказать сегодня, как ее переосмыслить, ее сначала нужно всем, как бы, там, собраться, обсудить, провести большое исследование, а потом, как бы, принимать решение, да, там, какая она может быть. Вот установление подобных памятников, колонн, ну, вообще, что-либо, любого памятного знака на этом месте, да, на месте, где был Ленинг, оно будет как-то влиять на решение, там, ЮНЕСКО, вносить «Газпром» или площадь в список памятных знаков, которые находятся под охраной? Ну, тут треба сказать, что Держпром, когда претендував на внесение в список ЮНЕСКО, все-таки, ця заявка была отхилена на тот момент, и причиной отхиления заявки стали особенность реконструкции в строительстве Держпрома, в соответствии с реконструкцией людей, в том числе, чиновники и профессионали, на тот момент приняли решение про то, как это должно быть, но, как показывает решение ЮНЕСКО, все-таки, они приняли его не отдающие соответствующие шани памяти модернизму. Остолько 90% фасадов Держпрома – это векна, то замена векон на тот момент не просто замена, а та замена, яка произошла с той же какой-то, стала одния из причин, почему эта организация не смогла внести в охранный список памятника. Что касается установления будь-чего, и там справа в том, что не на месте Леніна, насправді, а умови цього конкурса передбачают, что в середине круглое частини площадь, там есть рекомендации, планы, можно побачить, что рекомендуется разместить еще ближе до Держпрома. Очевидно, что тот вид на Держпром, который мы имеем сегодня, так как мы на него смотрим с стороны областной ради, то мы будем видеть памятник, так же, как когда Стаяф Ленін всю увагу привертал памятник, и Держпром было видно только если подойти. Так же и сейчас мы не получаем этот вид, если что-то появится на этом месте. Надо сказать, что пильные харьковьяны давно обратили внимание, что, например, если вы из Держпрома посмотрите в сторону областной ради, то вы увидите, что над ней вывышается такая вот тарелочка, это литая с соседнего коммерческого здания. на наступной улице. При том, что она позаду, цяя будильня, не попереду, вы уже уявляете эффект, что она безумовно впливает на сприйняте будильи областной администрации, которая, до речи, также была, как и будинок проектов, который сейчас один из корпусов университета, были модернистскими будильями в свой час, как и Харьков и так далее. Тому, конечно, что это безумовно вплине и может завдать непоправно шкоди. таки речи, как вид на какую-то будильню, закрили вид, обедите, подивитеся с другой стороны, кому-то может дать себя, что это не важно, но насправді это это, что это, что смушает нас захопливаться этим городом. И, конечно, для нас очень важно знать, что виды должны быть сохранены, так же часто в общественной практике виды на какую-то будильную с определенных точек находятся под охраной, и это один из стандартных пунктов анализу, который делается перед проведением конкурса или перед проектированием. Я бы хотела еще сделать акцент на том, что настолько высокое значение этого места, что конкурс, который объявлен в формате БЛИЦ, он просто невозможен. БЛИЦ-конкурс по законодательству Украины даже, он направлен на то, чтобы срочно решить какую-то задачу, просто срочно решить градостроительную задачу, но у нас нет срочной задачи, у горожан, у нас владельщиков налогов, архитекторов, ни у кого нет срочной задачи поставить памятник. Это еще больше удивление вызывает у всех, почему нам так срочно всем стало поставить памятник. И мы просим остановиться. Это невозможно так действовать. В городе у нас строят быстрее, чем обсуждают. И вот здесь решили БЛИЦ что-то сделать, пока все не сориентируются, уже все построили. Поэтому нам нужно остановиться в таком формате. Дальнейшие действия. Вот вы обращение к мэру есть, подписи есть, дальше что будете делать? Ну треба сказать, что мы на цьем не остановились. На звернении до мэра ясно, что не все знают про те, что проводится. Еще меньше людей ознайомились с его умовами. А я раджу всем, навіть если вы не разбираетесь в архитектуре и прочитаете умови этого конкурса, там то, что можно назвать умовами, а не частью оформления, это три пункти всего. В умовах конкурса три пункти. В центре круглої частини площади разместить, чтобы это было что-то что соответствует масштабу суседних будивель, что якийсь тонкий натяк на то, что это будет что-то величезное, и збережение дерев, что прекрасно. Но больше никаких умов немало. Не тема, немало никакой разговоры о том, для чего призначена площадка, какие проблемы покликаны вырешивать этот знак. Ну, просто больше ничего. Ни след было бы враховывать этого очевидно нема. Даже нет анализа пешеходных потоков, на самом деле, да, которые там есть, они усложняют, пешеходные потоки с символом, да, но уже, наверное, давайте остановимся 21 век, да, так, как на первом месте человек. что студенты ходят с корпуса в корпус, здаются сразу же абсурдным решением прямо по центру встанавливать что-то, что может сделать незручным. Остановись, студент, подумай, а нужно ли тебе идти на следующий год? но мы, как бы, так, это все, над этим должны работать исследователи, это забирает время, и мы, например, в этой ситуации у нас пока еще не было такой возможности выделить, например, там, три месяца своего часа, забрати рабочую группу и эту информацию замест межской влады подготовить. Ну, то есть, ваша главная идея, просто остановиться и подумать, да, может быть, его нужно установить через 10 лет, может, вообще через 30 лет, может, вообще переоспоминуться. осмышление, так, что нам делать и как? Вы спитали про наши подальшие действия, хотелось бы сказать, что, как бы, наша разговора с вами это одна из наших подальших дій. Також, мы пишем зараз листи в международной организации, будем особисто обратиться до каждого из членов жюри в листі и залучать какомога больше людей до обговорения цих проблем плануются публикации в международных виданиях про архитектуру. И мы думаем, что, если эта тема проверна достатнюю кількість разговоров, если достатня кількість людей просто задумывается над тем, что происходит, то конкурс зупиниться. То есть, если не услышат в Украине и в Харькове, то в Европе услышат быстрее. Еще мы хотим сделать акцент на том, что международный конкурс открытый, большой, это пиар города Харькова, опять весь мир заговорит про город Харьков, опять там элиты привернут свое внимание, многие будут обсуждать самую большую площадь в Европе, в Америке, в Европе, все архитекторы, которые будут принимать участие. Это пиар для всех, и это, в первую очередь, пиар для нас. Мы можем, наоборот, больше заработать, чем потратить. Безумовно, и эта пильная увага прикута до этого, она забезпечит необходимую якість, необходимую якість решений, потому что все мы знаем, что те решения, которые принимаются за спину, зазвичай, если есть что приховывать, то навряд ли это что-то хорошее. А абсолютная открытость, она забезпечит нам необходимую якість, повторить бы еще раз то, что не сказала Саша, безумовно, это неимоверный пиар, и мы значительно больше отримаем, чем вытратим. И положительный пиар, все же о Харькове с негативной, фейковой. И надеемся, конечно, до этого не дойдет, но при объявлении конкурса наша МСК администрация допустила кучу ошибок, юридических ошибок, и этот конкурс вообще по закону Украины нелегитимный, и мы надеемся, что все до этого не дойдет, они остановятся раньше, но у них есть куча ошибок, которые просто не позволяют провести такой конкурс. Ну что же, заинтриговали, я думаю, что их харьковчане услышали, и надеюсь, что услышат город и харьковчан, точнее, мэрия услышит харьковчан. У нас в гостях сегодня были Александра Нарышная, глава общественной организации городские реформы, и Богдан Волынский, заместитель главы общественной организации критическое мышление. Благодарю вас за интересную беседу, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин